Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Полтора миллиона фальшивых купюр. Житель Самары задержан в Москве. Когда в доме поселился беспокойный сосед, дом трещит по швам. Полицейские разыскивают хозяина квартиры, сделавшего незаконную перепланировку. К холодам готовы. Более 90% домов Самары уже подключены к отоплению. Президент России назначил прокурора Самарской области. В ближайшее время на основании этого указа также должен появиться соответствующий приказ Генпрокуратуры. Напомним, ранее прокурор Самарской области Мурат Кабалоев написал заявление об освобождении от занимаемой должности. Его пятилетний контракт заканчивается только в феврале. Ранее в конце июля депутатами ГУП Думы и главой региона Николаем Меркушкиным на должность главы надзорного ведомства была согласована кандидатура Константина Букреева. Он тогда возглавлял управление Генеральной прокуратурой Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Сам Букреев на своей первой встрече с журналистами обещал сосредоточиться на борьбе с коррупцией и защите трудовых прав граждан. Также ранее сообщалось, что Кабалоев намерен продолжить свою карьеру в Генеральной прокуратуре России. В Москве задержали жителя Самары с сумкой, полной предположительно фальшивых денег. Под подозрение мужчина попал еще в мае этого года, когда в одном из торговых центров Самары расплатился поддельной купюрой в 5000 рублей. Установить его личность смогли довольно быстро. В ходе обыска у 41-летнего мужчины нашли еще полтора миллиона рублей. Купюры с признаками подделки. Если обвинения подтвердятся, предполагаемому фальшивому монетчику может грозить до 12 лет лишения свободы и крупный штраф, подозреваемый взят под стражу. Дорожно-строительный сезон в Самаре выходит на финишную прямую. На сегодня уже сделано порядка 90% от запланированного. За оставшиеся погожие дни строители должны завершить работы. На Волжском проспекте полным ходом идет укладка верхнего асфальтобетонного слоя. На дороге проводится комплексный ремонт. А чтобы не создавать дорожную пробку, основные работы идут ночью. Олег Зверев подробнее. На этом участке движение машин останавливается только ночью. Чтобы не мешать автомобилистам, основные работы выполняются в темное время суток. Бригада, 15 рабочих, 2 асфальтоукладчика и 8 катков. За смену должны уложить больше 1000 тонн асфальта. Волжский проспект – визитная карточка города. Он должен выглядеть представительно. Здесь проводится комплексный ремонт. 5 октября началась укладка верхнего слоя асфальтобетонной смеси. Чтобы осенние перепады температуры не сказывались на качестве, применяется специальная технология. Особенность данного ремонта заключается в добавлении температурной добавки. Она снижает температурный порог плотнения асфальтобетонной смеси с 10 градусов до 5 градусов. Участок протяженностью 2,5 километра. Комплексный ремонт предполагает замену асфальтобетонного покрытия, монтаж бордюрного камня и тактильной плитки для маломобильных граждан, устройства газонов, тротуаров, обновление знаков дорожного движения, разметки и ограждений. До 10 октября планируется завершить укладку верхнего слоя. А часть работ, согласно двухлетнему муниципальному контракту, будет сделана в следующем сезоне. Но на каждой стадии главный учет и многоступенчатый контроль. Весь ремонтный цикл под строгим лабораторным наблюдением. Были выполнены лабораторные испытания на данном участке, это по Олужскому проспекту. Все лабораторные испытания прошли на самой высокой отметке, что говорит о добросовестности подрядной организации и о качестве выполненных работ. Городские улицы приводятся в порядок масштабно, небывалыми темпами. В этом году планируется отремонтировать более 90 дорог, плюс идет возведение мостов и развязок. Исполнение планов на сегодня уже около 90%. За оставшееся время дорожный сезон будет завершен на все 100. Классное дело, хорошее дело. В Самаре не только в Олужске. В Самаре очень много делают, и когда столько не делаю, я очень доволен. Как водитель и как гражданин Самары. Мне это очень нравится. А сразу с Волжского проспекта поворот на Осипенко. Здесь комплексный ремонт уже завершается. Осталось установить дополнительные знаки, светофоры, пешеходные ограждения и нанести дорожную разметку. Олег Зверев, Максим Гузев, События. В Красноглинском районе разыскивают хозяина квартиры, который без согласования провел перепланировку. Новый сосед в доме номер 30 по улице Сергея Лозо разобрал оконный проем, чтобы открыть магазин на первом этаже. В результате повреждены несущие конструкции, что отразилось на техническом состоянии всего строения. Материалы направлены в правоохранительные органы. Старый кирпичный дом снова стал давать трещины. Если не принять срочных мер, последствия могут быть непредсказуемыми. В ситуации разбирался Олег Зверев. Вот, смотрите, перекосила дверь так, что она не закрыта. Она ключ. Чувствуете? Ревмира Илларионовна каждый раз заходит в свою старенькую квартиру с опаской. В последнее время дом снова пошел трещинами. Щели появляются на потолке и на несущих стенах. Трещин полно почти во всех квартирах. И они опасны для проживания. Особенно вот этот, почему-то четвертый подъезд. Жители дома номер 30 по улице Сергея Лозо считают, что на техническое состояние дома повлияли магазины на первом этаже. Свежие трещины в конструкции стали появляться после того, как новый сосед, хозяин жилого помещения, без согласования с властями провел перепланировку. Вероятно, чтобы открыть очередную торговую точку. А в результате повредил монолитный пояс, которым дом был стянут по периметру. Его установили при капитальном ремонте в 2013 году. Изначально дом был построен в 1957. За 60 лет строение обветшало, и стяжка стала единственным способом сохранить дом. Теперь конструкция нарушена. Возникает сейчас вопрос в связи с тем, что вот собственник данной квартиры, скажем так, нарушил конструктивную особенность данного дома. И возникает вероятность именно вот аварийного состояния. Жители рассказывают, что даже не заметили, как сосед успел разобрать проем. Ночью был слышен строительный шум, а с утра как гром среди ясного неба. Известие о повреждении монолитного пояса поступило в районную администрацию 30 сентября. Владелец этой квартиры, который произвел самовольно переустройство и сделал выход в оконном проеме, не обращался в администрацию Красноглинского района по переводу из жилого помещения в нежилое, хотя это является основанием для всех работ по производству вот этой входной группы. То есть все действия произведены самовольно. В настоящее время администрация подготовлена запрос в Государственную жилищную инспекцию по Самарской области по компетенции, это как раз их вопрос. В отдел полиции установить личности, кто произвел эти работы, и в прокуратуру Красноглинского района. Установить личность – ключевое слово. Дома его нет, да и жить здесь, скорее всего, он не собирался. Не удалось найти хозяина и съемочной группе событий. Сейчас первоочередная задача – найти хозяина квартиры и призвать к ответу. Он должен восстановить стяжку и заплатить административный штраф. Но данные правонарушения могут быть квалифицированы как порча общедомового имущества, а значит, собственнику квартиры может грозить уголовная ответственность. Восстановить дом в прежнем виде вряд ли получится, а у жителей свое мнение про нового соседа. Судить, что нужно. Судить и пусть восстанавливают. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. Благоустройство городских улиц предполагает не только дорожный ремонт. В порядок приводятся тротуары и пешеходные зоны. В поселке Красная Глинка своя специфика. Он расположен на склонах Сокольих гор. И многие улицы имеют сложный рельеф. А многоуровневые тротуары оборудованы лестницами. Сейчас они тоже приводятся в порядок. В этом убедился наш корреспондент. По ступеням этих лестниц можно обойти всю Красную Глинку. Сложный рельеф Сокольих гор, на которых расположен поселок, придает особый колорит улицам. Но со временем лестницы обветшали. И по многочисленным просьбам их стали приводить в порядок. Конечно, отлично. И можно поручни держаться, и все нормально, хорошо. Всего по Красноглинскому району уже отремонтировано 7 лестничных переходов. Строители не просто придают новый лоск многоуровневым тротуарам. Здесь появляются пандусы, поручни для детей и взрослых. Все работы за счет местного бюджета. Много было нареканий, что лестница старая, были травматизм, то есть среди жителей падали. И жители просили отремонтировать капитально эту лестницу с установкой пандуса и поручней. Еще три лестницы отремонтированы в поселке Управленческий. И одна на мехзаводе. В Красноглинском районе сложный рельеф, то есть разные уровни тротуаров. И, конечно, людям очень удобно ходить сейчас по новым этим лестницам, потому что все-таки есть теперь поручни. Сегодня механизм решения городских проблем отлажен. Работают районные советы. Просьбы жителей выполняются по мере поступления денег. В новом сезоне реконструкция лестниц в Красноглинском районе будет продолжена. Лариса Шлафаст, Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Теплые дни подходят к концу. Ближайшие выходные станут последними, когда столбик термометра будет выше 10 градусов тепла. Затем температура в регионе будет колебаться от 2 до 7 градусов, а по ночам опускаться ниже нуля. Через неделю возможен и снег, но Самара к холодам готова. Более 90% домов уже подключены к отоплению. Оставшиеся дома и учреждения тоже подключены, но проблемным стоит вопрос регулировки подачи тепла. Об этом рассказал Владимир Василенко на рабочем совещании в Самарской городской думе. Вице-мэр отметил, что в ближайшие дни все работы будут завершены. Я думаю, что как раз вот эти вот передышка 3-5 дней, которые дадут нам в полном объеме начать работу по стоякам, для того, чтобы наше население вот не страдало от холодов. Конечно же, ситуация положительная, и можно так охарактеризовать. Тепло пошло, скоро наступит холода, мы уже будем готовы. В Мусайском районе фактически получается почти все 100% домов за обучение тепло. Четыре района Самары, более 1200 многоквартирных домов. Такой сегодня масштаб жилищного фонда, который находится в управлении ЖКС. На рынке жилищных услуг управляющей компанией уже три года. Свой день рождения ЖКС отмечает вместе с самарцами. На праздники побывала Лариса Шалафаст. А у кого же тогда день рождения? У меня! Жители 137-го дома по улице Мичурина хорошо знают. День рождения отмечает их управляющая компания ЖКС. За несколько лет сотрудничества в доме сделано многое. Отремонтировали кровлю и козырьки над подъездами, обновили отопительную систему и канализацию. Сделали канализационные трубы нам. Это тоже. Здесь около первого подъезда канализационная труба, она лопнула в двух местах и вынуждены были заменить. 8 метров трубы. Три года назад жители больше 1200 многоквартирных домов Самары доверили ЖКС управление своим жильем. Компания, постоянно развиваясь и наращивая материально-техническую базу, задала новые стандарты качества услуг. Ежедневно работники 22 ЖУ занимаются содержанием домов в чистоте и порядке, благоустраивают дворы. Самое главное, говорят специалисты, это непосредственная работа с жителями. Мы свое как специалисты, они свое как жители. И вот в этом есть взаимопонимание. Есть взаимопонимание, как пойти и им навстречу, и они прекрасно понимают наши доводы, для того, чтобы они спокойно дальше продолжали находиться в своих квартирах и с водой, и с электроэнергией, с канализацией работающей. Поздравить управляющую компанию ЖКС с днем рождения пришли взрослые и дети. После подвижных игр для всех гостей организовали чаепитие. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События. А теперь коротко о других темах дня. В суд направлено уголовное дело об убийстве бывшего начальника Сызаранской полиции Андрея Гошта и пятерых членов его семьи. Махмадали Ахмадов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Архан Захрабов обвиняются в совершении преступлений по статьям «Разбой, убийство двух и более лиц», а также по статье «Покушение на убийство малолетнего». Напомним, преступление произошло в апреле 2016 года в селе Ивашовка. Обвиняемые проникли в дом ночью и, переходя из комнаты в комнату, наносили удары спавшим в доме людям битой. Выжила только семилетняя племянница Гошта, она до сих пор проходит лечение. В Отрадном возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. Его подозревают в мошенничестве. По версии следствия, два года назад подозреваемый прошел государственную регистрацию в налоговой в качестве главы крестьянского хозяйства и представил в областной Минсельхоз документы с ложными сведениями о желании разводить сельскохозяйственных животных. После получения грантов 10 миллионов рублей мужчина потратил деньги не по назначению. Торговали производственными секретами. В одной из гостиниц Самары оперативники ФСБ задержали двух жителей Чапаевска. Мужчина и женщина решили обогатиться, продав конкурентам секреты завода. Женщина – бывший работник общества с ограниченной ответственностью, которая является поставщиком крупнейших предприятий нефтяной, газовой и горнорудной промышленности. Она похитила сведения, составляющие коммерческую тайну, и записала их на флешку, которая оценила в 2 миллиона рублей. В момент совершения сделки продавцы были задержаны. Им грозит до 5 лет лишения свободы. Верховный суд смягчил приговор двум осужденным за убийство главы горилки в Самаре. Напомним, виновными в совершении преступления признали Сергея Казаева, Вячеслава Калистратова, Максима Колесникова и Сергея Дагадина. Суд приговорил их в общей сложности к 76 годам лишения свободы. Такой приговор фигурантов дело не устроило. Они обратились с жалобами в Верховный суд Российской Федерации. В итоге приговор был смягчен Вячеславу Калистратову и Максиму Колесникову. В Самаре закроется визовый центр Испании. Теперь туристы смогут подать документы на визу только в Москве и Санкт-Петербурге. Причиной закрытия визовых центров во многих регионах России стала смена поставщика визовых услуг властям Испании. Заявители, которые уже записались на подачу документов в визовый центр до 10 октября, могут подать документы прежнему поставщику услуг. Остальным придется обращаться непосредственно в Генеральное консульство Испании в Москве или Санкт-Петербурге. Об экономических событиях уходящей недели расскажет наш обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! В конце недели цены на нефть растут. За один баррель марки Brent сегодня дают 52 доллара 60 центов. Американская валюта продолжает дешеветь. На выходные Центробанк установил курс доллара на отметке 62 рубля 30 копеек. Евро 69 рублей 23 копейки. Золото стоит 2538 рублей. Серебро 35 рублей 62 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллара можно было купить за 63 рубля 87 копеек. Дороже всего продать за 60 рублей 74 копейки. В онлайн-голосовании за символ на новых купюрах номиналом 200 и 2000 рублей победили Севастополь и Казань. В России предлагают узаконить минимальный почасовой размер оплаты труда в 100 рублей с установлением повышающих коэффициентов. Проект с поправками в федеральные законы опубликован на сайте Госдумы. Для сравнения, например, в Швеции оплата труда составляет 39 евро в час. А Россия стала главным источником бананов для Белоруссии. За 2016 год экспортировали больше 17 тысяч тонн. Белоруссия, в свою очередь, за прошлый год умудрилась везти в Россию в пять раз больше яблок, чем вырастила. Чудеса, да и только. На этом все. Удачи в делах. Отнимите у народа водку, дайте ему простоквашу и никакой революции не будет. Это высказывание принадлежит Михаилу Дмитриевичу Челышову, которого прозвали апостол трезвости. Городского главу Самары знала вся дореволюционная Россия. В городе отмечают его 150-летний юбилей. С деятельностью одного из самых нравственных государственных деятелей знакомился Андрей Горгуленко. Россию пощадите, господа. Она чиста, святая, невиновна. На трезвости богаче станем мы, а русский люд сильней в сто крат духовно. Эти строки о деятельности Михаила Дмитриевича Челышова. Музей истории города Самары по праву носит его имя. Ведь он апостол трезвости и настоящий исторический пример в борьбе за сохранение нравственных ценностей и здорового образа жизни. Михаил Челышов был депутатом Третьей Государственной Думы Российской империи. Это по его предложению был принят сухой закон, который стал действенным средством борьбы с большим злом России. Главная тема – это все-таки борьба с алкоголем, со спрутом, с алкогольным, с алкогольной мафией, я бы так сказал. И на этой пути у него было много трудностей, терней. Тем не менее, все, что он запланировал, как-то так сложилось, что в жизни все случилось. Тот сухой закон, который он предлагал, он состоялся и был успешен. Борьба с алкоголем была главной, но не единственной сферой его действий. Палитра его интересов была широка. Это и монополия на торговлю хлебом, и строительство железных дорог, и открытие первого техникума в Самаре. Достойным продолжателем дела своего великого предка является его внук Михаил Кабаченко. Президент международного движения, педагоги за мир и взаимопонимание, посол мира в ФМ и сотрудник ЮНЕСКО. О своем великом дедушке вспоминает с гордостью. Я бесконечно благодарен маме за то, что она мне так много рассказывала про своего отца, про моего деда Михаила Дмитриевича Лышова. Михаил Дмитриевич был явлением, потому что он в 2014 году добился введения в России сухого закона. И в России прошла первая трезвая мобилизация. И результат был явным, видимым и всем заметным. В музее истории города Самары на торжественном приеме Михаил Кабаченко награждал орденами Челышова самарцев за деятельное участие в становлении трезвого образа жизни. А сам Михаил Владимирович стал почетным гостем на совещании Самарской городской думы. Галина Андрианова отметила его роль в сохранении памяти о знаковой фигуре для нашего города. И вспомнила об указах Челышова, которые действуют и по сей день. Небывалым для того времени стал специальный указ, разрешающий журналистам присутствовать на всех заседаниях. И сегодня у нас тоже с вами есть средства массовой информации здесь. Так что все те начинания, которые начал Михаил Дмитриевич, они, конечно же, актуальны и для нас сегодня. Празднование юбилея Михаила Дмитриевича закончится в воскресенье народными гуляниями в Струковском парке. Организаторы гостей ждут с 11 часов и предложат им театральные представления, угощения и подарки. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов, Станислав Левин. События. Любимый учитель у каждого свой, любимый учитель как будто родной. В Куйбышевском районе поздравили с Днем учителя и отметили самых лучших. К поздравлениям присоединился Андрей Горгуленко. Людмила Вискалина имеет за своими плечами долгую и успешную карьеру в школе. Прошла путь от учителя до директора. Самым главным в своей профессии считает душу. Ведь дети обожают именно тех педагогов, которые относятся к ним с теплом, любовью и доброй душой. И обнимают, и поздравляют, и спасибо говорят, и от родителей мы слышим благодарности. Поэтому я думаю, что мы не зря выбрали профессию такую. Самых выдающихся учителей отметили в Куйбышевском районе. Среди лучших как опытные, так и молодые специалисты. В отдельной номинации отметили преподавателей начальных классов. Ведь именно они дают первые знания. И наравне с родителями учат первым шагам в самостоятельной жизни. Учитель – это, наверное, как вторые родители. Потому что это самая, наверное, трудная, самая важная профессия, наверное, из всех профессий, которые существуют, несмотря на то, что все профессии важны. Награждение лучших учителей в Куйбышевском районе уже традиция, нарушать которую не собираются еще очень долго. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Открытое небо, открытые сердца. В Самаре прошел первый галоконцерт музыкального фестиваля городской молодежной программы. Именитые артисты приехали к жителям поселка Береза. А вместе с ними на сцену выходят начинающие музыканты. Олег Зверев продолжит. Они выступают перед королями-президентами, а сегодня ансамбль самарской филармонии «Волга фолкбенд» дает галоконцерт в поселке Береза. Музыку классического балета, джаз и даже тяжелый рок они исполняют на народных инструментах. «Щелкунчик» на домрах и балалайках звучит настолько очаровательно, что этому ансамблю рукоплескали на разных континентах. В эти дни коллектив гастролирует по разным районам города. Концерты проходят при поддержке городской администрации в рамках программы «Молодежь Самары». Участники фестиваля «Открытое небо», «Открытые сердца-2016» не только именитые артисты, вместе с ними на сцене начинающие музыканты. Настроение всегда у нас приподнятое, душа всегда поет, и как песня, вот эта положительная энергетика, она льется от наших артистов в зал. Фестиваль действительно молодежный, у нас молодые таланты, не только в составе наших постоянных коллективов, ансамбля «Волга фолкбенд» и «Дуэты Буалайк», но также мы всегда привлекаем после предварительного отбора у всех желающих участников, кто может блеснуть своим талантом. Поддержка одаренной молодежи – одно из приоритетных направлений деятельности городских властей. Создание благоприятной среды для раскрытия талантов, поддержка молодежных инициатив – это задача муниципальной программы «Молодежь Самары». Евгений Павлов, 13 лет, житель поселка Береза. Он еще школьник, но уже лауреат музыкальных конкурсов. Говорит, что больше всего любит народные мелодии, да и гармония у него эксклюзивная, сегодня таких уже не найти. Мастер нашел корпус на асфалке, можно так сказать, почистил, отремонтировал, нашел голоса, планки, кнопочки вот эти все, сам все сделал, вот теперь играет, звучит, потому что он из чистого дуба, она увесистая сама по себе. Как бы лучше резонирует звук. Фестиваль дал ему возможность заявить о своем творчестве на профессиональном уровне, как, впрочем, и многим другим начинающим музыкантам. Ну, зрителям очень нравится, потому что музыканты играют по-настоящему и играют вживую, вот, это всегда интересно. В ближайшие дни такие концерты пройдут в разных районах Самары. 10 октября в Доме культуры Победы промышленного района ансамбль ждут в 6 вечера. В ДК «Заря» советского района концерт запланирован на 11 октября в 14.00. А 12 октября ансамбль поедет в Прибрежное, в Доме культуры Пламя. Выступление будет в 18 часов. Олег Зверев, Максим Гусев, События. Новости спорта в эфире, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и, значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарские рэгбисты закончили сезон на третьем месте. Самарские баскетболисты в этом сезоне сыграют в студенческой лиге. Хоккейная «Лада» поднялась вверх по турнирной таблице на востоке КХЛ. Хоккейный клуб «Лада» продолжает борьбу за место в плей-офф восточной конференции КХЛ. Если бы сегодня начались матчи за Кубок Гагарина, то автозаводцы бы сыграли с лидером Магнитогорским «Металлургом». После победы над «Автомобилистом» из Екатеринбурга со счетом 4-3 «Лада» поднялась на одну строчку турнирной таблицы и сейчас занимает восьмое место. Победу команде принесли, отметившись дублями, Андрей Иванов и Никита Филатов. В западной конференции первое место у столичного ЦСКА. В Самаре в этом сезоне прописалась баскетбольная студенческая лига. Она объединяет 16 сильнейших вузовских команд страны. Из Москвы, Екатеринбурга, Тюмени, Магнитогорска, Челябинска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Белгорода, Симферополя, Ухты, Орла, Калининграда, Кирова, Казани и Самары. Наш регион представляет энергию Государственного технического университета. Главный тренер Александр Селяев. Первую домашнюю серию игр команда проведет 23 и 24 октября против Вятки. А вот самарские регбисты уже завершили сезон открытым чемпионатом Самарской области. Золотые медали завоевала школа Олимпийского резерва, а серебро у Русичи и бронзу у Лади. Кроме того, в этом сезоне в пляжном регби на чемпионате по Волжье олимпийцы заняли третье место, на Кубке страны четвертые, а в финале чемпионат России восьмое. Ислам Шакиров попал в состав молодежной сборной России и принял участие в первенстве Европы. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова